Доброго всем утра на СтопГейм.ру Минувшие выходные прошли под знаком ежегодной безумной презентации Devolver Digital. Этот издатель не самых дорогих проектов давненько уже посмеивается над гигантами индустрии, а в этот раз как бы не превзошел сам себя. Кроме очередной серии психоделического тура Нины Стразерс по тенденциям игропрома, нас одарили Devolver Land Expo — симулятором блуждания по выставочному центру, где должна была пройти летняя презентация, да почему-то не прошла. Разве можно после этого обойти Devolver вниманием? А вот шоу Ubisoft мы в этом выпуске пропустим. Во-первых, потому что у Devolver интересней. Во-вторых, нечего презентации так поздно устраивать. В-третьих, у Devolver интересней. Игры, впрочем, Devolver Digital тоже представляла. Боевик Shadow Warrior 3 обзавелся демонстрацией геймплея, который порадует нас стрельбой, кромсанием врагов катаной и паркуром. Последний должен играть особенно важную роль. При помощи беготни по стенам и крюка кошки можно добраться до заботливо расставленных разработчиками конструкций с надписью «Не трогать особо опасно» и, потрогав, учинить особенно зрелищные убийства врагов. Игра должна выйти в следующем году как минимум в магазине Steam. Показали и игровой процесс Serious Sam 4. В этом номерном приквеле нам предстоит заниматься тем же, чем и раньше. Расстреливать бесчетные орды врагов из богатого оружейного арсенала. Локации, правда, обещают сделать просторнее, а чтобы там было чем заняться, разбросать по ним побочные задания. Если в одиночку истреблять монстров вам скучно, можете испытать свои силы в кооперативе на четверых. На PC шутер выйдет уже в августе, а вот консольщикам придется подождать до 2021 года. Кроме этого, на Devolver Direct 2020 анонсировали ритм-игру Gathing Down with Bennett Foddy, тайный проект Beans Team и Sony Fox Firefighters 4. Не знаете, кто все эти люди и где первые три части с Sonic Fox Firefighters? Ничего страшного, игры эти никогда не выйдут. В Devolver Digital просто поняли, что хайп по играм сейчас важнее самих игр. Ну ладно, давайте все же немножко и про Ubisoft, у которой информация продолжает стечь изо всех щелей. В этот раз мы раньше срока узнали, что Far Cry 6 будет, и будет она вот такой. Перед вами Яра, застывший во времени тропический рай. Правит там заурядный диктатор Антон Кастилье, ярый боец за величие своей нации, какой бы она ни была, и батька собственного сына, который, судя по всему, тоже будет играть не последнюю роль в сюжете. Нам же дадут под управление Дани Рохаса, истинного ерийца и бойца местного сопротивления. Сопротивление величию своей нации, судя по всему. В остальном ожидается та же Far Cry, с картой-песочницей, транспортом и напарниками. Релиз намечен на 18 февраля следующего года, и есть ускользающая вероятность, что Юбисофт расскажет что-то еще на ночном шоу. Когда вы увидите этот выпуск, официальный анонс трейлера уже состоится, а я вот монтирую и думаю, не валится ли сейчас ко мне французский иностранный интернет-легион за использование запретных кадров? Посмотрим. В World of Warcraft полперсонажа можно было поменять только в рамках услуги смены внешности, то есть за деньги. Боссы Близзард считают, что это, внимание, цитата, несет неправильный посыл. Правильный посыл, судя по всему, что смена пола явление простое, обыденное и, главное, бесплатное. Тем более, что в мире игры уже немало транзгендеров, вы просто этого не замечали. А в дополнении Shadowlands появятся кирии, которые вообще сами выбирают, какого пола хотят быть, и ничего за это не платят. А чем, спрашивается, игроки хуже? Вот с выходом дополнения в брикмахерской вместе с прической можно будет и переключиться с одного пола на другой. Не спрашивайте как. Мне вот только одно интересно. Это что же получается? Близзард признает только два гендера. О потерях. В магазине Nintendo Switch более не найти симулятора мастурбации в машине незнакомца. Да, все слова в предложении правильные. Игра должна была выйти сегодня и стоить 599 рублей. Но релиз в последний момент отменили. В администрацию обратились сами авторы игры и сообщили, что проект появился в магазине случайно. Выпускать на Switch его никто не планировал. И игру с площадки удалили. Остался только трейлер. Видимо, чтобы игроки смотрели и пускали скупую геймерскую слезу при мысли о том, что потеряли навсегда. Джефф Килли в последнее время не только светился на шоу Devolver Digital, но и выпустил The Final Hours of Half-Life Alyx. Материал, повествующий об обстановке в Valve за последние 10 лет. Оказывается, там зрели наработки сразу пяти игр по вселенной Half-Life. И все пять до релиза не дошли. Half-Life 3 родилась в 2013-м и умерла в 2014-м. Игра должна была совмещать ручной дизайн уровней с процедурной генерацией, но технического воплощения не обрела. Известно только, что внешность Джимена успели отсканировать. В Left 4 Dead 3 планировали удивлять сотнями зомби на одном экране и пейзажами Марокко, но движок Source 2 задумку не потянул. Загадочный безномерной проект RPG был вдохновлен сериями The Elder Scrolls, Dark Souls и Monster Hunter, но скончался на стадии концепта. Были и другие затеи. Подражание Майнкрафт, независимый от Аликс VR проект, еще один шутер по вселенной Half-Life больше можете найти в нашей новости, а то и в самом проекте Килли. Все перечисленное вытащите по ссылке в описании. Кроме того, на сайте stopgame.ru вас ждут самые горячие новости с презентацией Ubisoft. Непременно оцените, если не хотите ждать завтрашнего инфакта. Там же ищите очередную нарезку с канала Stop Kek. И это было все на сегодня. Счастливо и пока!